Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Все свои, свыше 90 тысяч украинцев перебрались в Беларусь за последние полтора года. Я знаю много украинцев, которые приехали сюда, и люди довольны тем, что здесь тихо, спокойно. Кто обрел новый дом? Аварийный сезон. В стране стартовала профилактическая акция ГАИ. Участились случаи травматизма людей, передвигающихся на средствах персональной мобильности. До чего докатились? Со всех ног в Бобруйске провели легкоатлетический забег. Готовились, каждый день гуляли по улице, старались бегать с дочкой. Впечатления классные. Что на кону? А также офицерский мундир, орден за любовь и на любой вкус. Подведены итоги гастрономического фестиваля «Запрошаем смачно есть» и «Сколько собрано средств». Беларусь принимает зеркальные меры по защите суверенитета. Президент рассказал о наличии сложной обстановки вокруг государства. Защита Родины была и будет в руках мужественных, сильных духом и отважных людей. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений. Ее участники – настоящие мужчины, которые надели офицерский мундир в трудное и непредсказуемое время. Само торжество – дань памяти поколению победителей. Современное посвящение героям, которые освобождали 3 июля 44-го Минск и очищали родную землю от немецко-фашистских захватчиков. «Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне. Мы адекватно реагируем на все эти выпады и продолжаем совершенствовать систему национальной и, в первую очередь, военной безопасности Беларуси. Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это уже не раз проходили». Выпускники сделали благородный выбор и взяли на себя ответственность за безопасность на родной земле. Но офицерская служба легко не бывает. Нужно постоянно повышать уровень боевой и мобилизационной готовности. Ведь органы военного управления и войск должны работать слаженно. С ветерком по тротуару в Беларуси стартовала акция ГАИ. Особое внимание уделяет велосипедистам и владельцам самокатов, гироскутеров, моноколес. Их называют самыми незащищенными и наиболее непредсказуемыми участниками движения. Инспекторы проверяют также правила проезда водителями пешеходных переходов. Профилактическая кампания продлится по 14 июля. Самыми уязвимыми участниками дорожного движения по-прежнему остаются пешеходы и велосипедисты. Анализ аварийности показывает увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием последних. Также участились случаи травматизма людей, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Госавтоинспекция рекомендует водителям при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость движения до минимума. С начала года в Бобруйске произошло 11 аварий с участием пешеходов и велосипедистов. 10 человек травмированы, один погиб. Всевидящее око, жаркий прогноз и семейное счастье. 119 белорусок награждены Орденом Матери. Сколько среди них бобручанок? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Товарооборот Белоруссии и России за пять месяцев превысил 18 миллиардов долларов в эквиваленте. Торговля сохраняет сбалансированность. Наш экспорт лишь на 10% выше российского. Благодаря отсутствию таможенных барьеров в союзном государстве, перспективы роста взаимодействия специалисты оценивают как очень хорошие. 119 белорусок получат Орден Матери. Это жительницы Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы промышленных предприятий, строительной отрасли банковского сектора, транспортной и налоговой сферы. Среди них две бобручанки. Началась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году их должны получить более 29 тысяч потребителей тепловой энергии и свыше 10 тысяч ведомственных теплоисточников. Дедлайн 30 сентября. До конца года в 17 лесхозах страны будет внедрена автоматизированная система видеонаблюдения за пожарами. Сегодня такой контроль ведется на 77% площадей. Главная задача – достичь полного охвата. Только в 2023-м в республике произошло около 400 возгораний в массивах на 201 гектаре. Их оперативно обнаружили и ликвидировали. В Беларусь возвращается жара. Днем 6 июля местами ожидается до плюс 30. При этом прогнозируются сильные дожди, порывистый ветер и грозы. В некоторых районах возможен град. В пятницу столбик термометра покажет 28 выше нуля. В субботу и воскресенье погода будет более комфортной. С миру по нитке. Подведены итоги благотворительной акции «Запрошаем смачно есть». В лидерах «Красный пищевик», «Бобруйский мясокомбинат» и «Славянка». За их меню больше всего посетителей проголосовали рублем. Каждое блюдо оценивалось в символическую сумму. Горожан угощали драниками с поджаркой и сметаной, рассольником с перловкой и оливками, овсяной кашей с мясом и грибами, напитком из шиповника с рябиной и многим другим. Здесь же демонстрировали и новинки. Собрано свыше 3000 рублей. Деньги передадут в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Будьте как дома. В Беларусь с начала года прибыло свыше 30 тысяч граждан Украины. Большая опора для беженцев «Красный крест». Продуктовые наборы, следствия гигиены, постельное белье и финансовая помощь. Делается все необходимое, чтобы каждый приезжий чувствовал себя комфортно и безопасно. С подробностями Ольга Васенда. Думали пересидеть как бы в подвале, и оно все как пройдет быстро. Но в итоге, когда начало уже прилетать рядом со всем, то решили ехать, пока машина цела. Из-под пуль семья Дуиловских с ужасом вспоминает апрель 22-го. Тогда в Донецкой области начались активные боевые действия. Кругом бомбежка и разруха. Собрали все нажитое и отправились в Беларусь. Родственники, говорят, давно звали. Добирались окольными путями. В Бобрыск попали через 8 дней. Здесь приняли как дома. Поначалу, конечно, хотелось вернуться. Все равно вернемся, все равно отстроим. Дома уже нет. Родители же там остались, мои мужа. Но потом, когда все это затягивается, все хуже и хуже. Там никуда никаких продвижений нет. Все равно бомбятся. Постоянно эти сертификаты на продукты дают. Потом сертификаты давали в детские, перед школой, перед Новым годом. Вот сейчас, на оздоровление. Средства гигиены, одежда, постельное белье, игрушки, продуктовые наборы. Всем необходимым беженцам помогает Красный Крест. На днях одна из семей получила новенький планшет. Материальная помощь выделяется пенсионерам, беременным, многодетным и инвалидам. Суммы от 350 до 1200 рублей. Все зависит от положения. Денежную помощь получают все граждане, у которых есть ДОП-защита, либо они оформляют вид на жительство. Те граждане, которые оформили паспорт Республики Беларусь, они находятся под защитой нашего государства и имеют все права и гарантии, как и наши жители. Светлана Дергачева родом из Краматорска в Донецкой области. Вместе с мужем переехала в Беларусь еще в 2012-м по рекомендации друзей. Сначала в Светлогорск, потом в Бобруск. Встретили здесь радушно. Спустя несколько недель появилась и крыша над головой, и работа. Через пару лет родилась дочка. Со сменой места жительства сейчас уже, осознает женщина, не прогадали. Правда, тогда и в страшном сне представить не могли, во что превратится их родина. Я знаю много украинцев, которые приехали сюда, и люди довольны тем, что здесь тихо, спокойно. Мы как иностранцы, это очень понравилось мне тут сотрудничать с паспортным столом бобруським. Потом еще нам нужно было вот эти все добрые защиты оформлять в Могилеве. Очень такие отзывчивые, идут навстречу все чиновники, официальные лица, девочки очень приятные. И вот как раз там в Могилеве меня с Красным Крестом познакомили и сказали, что я могу обращаться или по поводу себя, или по поводу ребенка, потому что в стране война, я не могу туда вернуться. Наша республика, в отличие от страны соседки, делает все возможное, чтобы сохранить братские узы. С начала специальной военной операции сюда перебрались свыше 90 тысяч украинцев. Повод уехать у всех один, а путь к миру долгий. Маршрут пролегает через Польшу, Латвию и Литву. Но эти государства для них всего лишь транзит. Конечная точка – островок безопасности Беларусь. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Рожденные двигаться. В Бобруйске прошел республиканский легкоатлетический забег. Отправной точкой стала Масонова, 27. Программа включала несколько дистанций – 3 и 10 километров, а также семейная на тысячу метров. Расстояние преодолели более 400 приверженцев ЗОЖ из разных уголков страны. Каждый участник получил памятную медаль финишера. Победителям достался денежный приз. Готовились, каждый день гуляли по улице, старались бегать с дочкой. Впечатления классные, все очень классно организовано. Трасса тоже достаточно интересная, по городу проходит. Было комфортно, интересно бежать. Это новый проект, который запустила Белорусская Федерация Легкой Атлетики. Беговая лига – серия из 18 забегов, которая проходит с мая по октябрь. По одному в областном центре каждого региона и еще по два в районных. Кроме Кричева и Бобруйска заключительный старт пройдет в Могилеве. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!